Доброе утро! Вы смотрите «Утро на ОТВ». С вами Наталья Гончарова и Елена Краева. Сегодня будет много интересного, так что смотрите, не переключайтесь. Самая большая школа в Подмосковье. Министр регионального стройкомплекса Владимир Локтев ознакомился с финальным этапом строительства школы в Гусарской балладе. Возможности добродела. Ставший визитной карточкой Подмосковья портал презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. День медицинского работника. С профессиональным праздником сотрудников сферы поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Безопасность на железной дороге. На ЖД-переезде в Барвихе провели профилактический рейд. И звенящая струна. В Звенигороде состоялся Шиховский фестиваль музыки и ремесел. Сегодня вторник, 20 июня. В этот день, в 1937 году, завершился первый беспосадочный перелет Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку. В экипаж также входили летчики Георгий Байдуков и Александр Беляков. Самолет вылетел 18 июня со Щелковского аэродрома, который позже переименовали в Чкаловский. Авиаторы преодолели расстояние свыше 8,5 тысяч километров, а продолжительность полета составила 63 часа 16 минут. Предлагаю узнать, какими еще интересными и значимыми событиями запомнился этот день. 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи. Она соединяла Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 телефонных аппарата и 2 таких же в квартирах. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. 20 июня 1945 года на особом транспортном самолете в Москву было доставлено Красное Знамя Победы. Впервые идею вознести красный стяг над столицей Германии высказал Иосиф Сталин в ноябре 1944 года. Вскоре по образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы по числу дивизий, штурмовавших Берлин. 30 апреля 1945 года красный флаг появился на крыше Рейхстага, затем были подняты еще два таких знамени. Сегодня Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил России в Москве. 20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. В 2009 году зооактивисты определили свои основные задачи, в том числе освободить всех слонов мира из неволи. С тех пор эта дата отмечается ежегодно. День защиты слонов в зоопарках не входит в число официальных, однако его инициаторы собираются бороться за то, чтобы ООН формально внесла его в календарь дат. Также сегодня отмечается День специалиста Минно-торпедной службы ВМФ России, Всемирный день Wi-Fi, День чайных покупок и День летнего солнцестояния. 20 июня 1927 года родился советский и российский режиссер-мультипликатор, лауреат Государственной премии СССР и создатель мультфильма «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин. Также в этот день в 1819 году родился немецко-французский композитор, мастер-аперетты Жак Афенбах, а в 1932-м советский поэт и переводчик Роберт Рождественский. Кроме того, сегодня свой день рождения отмечают ученый-зоолог, доктор биологических наук, бессменный ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов и австрийско-американская актриса Николь Кидман. К новостям нашего округа. Меньше двух месяцев остается до завершения строительства долгожданной школы в Гусарской балладе. Огромный учебный кластер на 2200 учащихся станет самым большим не только на территории Одинцовского округа, но и в целом по всему Подмосковью. Ознакомиться с финальным этапом строительства в микрорайон приехал министр регионального стройкомплекса Владимир Локтев. Подробности в нашем материале. Новая школа в Гусарской балладе – долгожданный объект, о строительстве которого мечтал огромный микрорайон. Почти два года потребовалось на то, чтобы воплотить в жизнь проект четырехэтажной школы на 2200 мест. Учебный кластер общей площадью 30 тысяч квадратных метров стал самым большим не только на территории Одинцовского округа, но и в Подмосковье. Школа на сегодняшний момент готова порядка 80%. Завершается работа отделочная, завершается фасадная и остатки благоустройства. Трудимся почти в круглосуточном режиме для того, чтобы это все делал. К 10 августа завершить все строительные процессы и выйти уже передать школу эксплуатацию. Рисков, чтобы 10 числа не получить заключение о соответствии построенного объекта, проекту, я считаю, у нас нет. Школа будет введена с 10 по 15 августа, соответственно, передана Министерству образования и будет открыт и примет детей 1 сентября. Современную школу оборудуют по последнему слову техники. В ней разместятся младшие, средние и старшие классы, лабораторные кабинеты, мастерские, библиотека с IT-зоной, два спортивных и огромные актовые залы, столовая на 800 посещений в смену. План к 10 числу подвести максимально все благоустройство, чтобы можно было уже наблюдать максимально готовую картинку. Внутри вы все видели, готовность достаточно высокая, многие классы уже оснащаются мебелью, оборудование все на месте, пищеблок тоже весь приехал. То есть на сегодняшний день каких-то критичных позиций в данной школе мы не видим. Прилегающую территорию благоустроят. Рядом со школой построят спортивный стадион, волейбольную и баскетбольную площадки, сектор для прыжков в длину. По поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках проекта «Открытый стадион» физкультурная зона будет доступна не только для учащихся, но и для жителей всего микрорайона. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Московская область – постоянный участник Петербургского международного экономического форума. Этот год не стал исключением. Под руководством губернатора делегация подготовила обширную деловую программу и презентовала участникам форума обновленный портал «Добродел», где не только можно рассказать о проблемах, но и получить практически все необходимые государственные услуги. Сейчас в системе зарегистрировано 3 миллиона человек, а мобильным приложением пользуются свыше 1 миллиона жителей. Какие возможности дает региону участие в экономическом форуме – в нашем следующем репортаже. Новое прочтение незыблемой классики. Известный портрет художника Валентина Серова «Девочка с персиками» стал визитной карточкой Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. По задумке авторов, уникальное панно выложили из продукции подмосковных брендов. Народные промыслы, предметы мебели и одежды, упаковки от продуктов, части лифтов, моторов и прицепов. Питерский форум – одно из главных экономических событий года. Мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все эти встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест. Для гостей и участников форума организовали не просто выставку. Обширная программа включала в себя возможность увидеть результаты масштабного подмосковного производства, попробовать на вкус флагманские продукты региона, а также услышать и перенять полезный опыт работы портала «Добродел». Теперь «Добродел» – это не только про жалобы. Мы собрали все электронные услуги – от записи к врачу до школьного дневника. Приложение видит все данные с портала Госуслуг, а если у вас есть любые льготы, больше не нужно носить с собой бумажные подтверждающие документы. Внутри «Добродел» – единое цифровое удостоверение, которое всегда под рукой. Ставший визитной карточкой Подмосковья портал «Добродел» обрел новый логотип и стиль от Артемия Лебедева. Задача сервиса – без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы. Кроме того, на портале проводятся различные голосования, с помощью которых жители Подмосковья помогают формировать, например, в списке объектов для работы по благоустройству, ремонту дорог и так далее. Это, конечно, дорогого стоит, и это серьёзная работа, это действительно серьёзнейшая работа. Парадокс в том, что у нас чиновники делают такие сервисы, которые исключают чиновника как посредника для получения услуги. Это нужно понимать, появляется не только дешёвность, скорость и удобство для граждан, появляется совершенно другого уровня качество услуги. В конечном итоге эта услуга перестаёт существовать как таковое, потому что она переходит в проактивный режим, и мы просто её перестаём замечать. И это действительно такие вещи, которые нужно масштабировать. Мы сейчас посмотрели, какие-то примеры просто будем брать на федеральном уровне, масштабировать на другие регионы. По итогу форума подписано 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей. Это позволит создать более 18,5 тысяч новых вакансий для жителей Подмосковья. Самое важное, что эти инвестиционные программы относятся ко всем практически отраслям промышленности и сельского хозяйства. Это и сельхозпредприятия по производству мясомолочной продукции, это и транспортно-логистические проекты, и даже проект по созданию центра ядерной медицины в Одинцовском городском округе. Елена Краева, телекомпания Одинцова. Далее новости региона. 17 июня в Подмосковье прошёл седьмой областной открытый фестиваль российской керамики, который посетили более двух тысяч человек. Центром притяжения стал чемпионат гончаров, где любой желающий мог наблюдать за соревнованием как начинающих, так и опытных мастеров. Для гостей была доступна выставка продажи керамических изделий из разных регионов России и мастер-классы по гончарному делу. А для детей организовали игровую программу и шоу мыльных пузырей. Работала и фотозона. Ну а другие новости региона смотрим прямо сейчас. Для удобства жителей в Подмосковье проводятся телемедицинские консультации врачей. Специалисты корректируют и дают рекомендации по лечению, направляют пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту и оформляют электронный рецепт на льготное лекарство. Записаться на консультацию можно только после первичного очного приёма врача через портал гостелемед.ру, региональный портал госуслуг, инфомат в медорганизации, через линию 112 или на приёме у лечущего врача. С начала года в регионе провели почти 70 тысяч телемедицинских консультаций для детей. В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». За звание лучшего в этом году боролись более 300 педагогов дополнительного образования из 44 городских округов. В финал конкурса вышли 37. Преподаватели конкурировали в 9 номинациях, среди которых были общеобразовательные, культурные и спортивные. Отдельно номинировались педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями, и молодые специалисты. Победители и призёры конкурса получили ценные подарки. Финал федерального этапа состоится в сентябре в Санкт-Петербурге. За три месяца жители и гости Подмосковья совершили около двух миллионов поездок на электросамокатах. В среднее время аренда составляет 18 минут, а расстояние – 3 километра. Благодаря кикшерингу можно легко перемещаться по паркам, скверам и другим разрешённым местам. Но Минтранс Подмосковья призывает помнить о безопасности и соблюдать ПДД при использовании электросамокатов. Убедиться в исправности тормозов, не кататься вдвоём на одном транспортном средстве, не ездить в состоянии опьянения. После завершения поездки следует правильно парковаться, не мешая и не загораживая путь пешеходам. 18 июня в России свой профессиональный праздник отметили медицинские работники. Поздравил медиков, отметив их бесценную работу, и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В Одинцовском округе работают высококлассные специалисты по разным направлениям. Одни из таких – врачи клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы. Подробности в сюжете Екатерина Крамар. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных медиков с Днём медицинского работника, который традиционно отмечается в 3-е воскресенье июня. Сегодня в системе здравоохранения Подмосковья трудятся более 113 тысяч специалистов. Работа медикам – это всегда огромная ответственность. Так же, как и вы, для пациентов мы хотим быть вашей опорой. Поэтому у нас в Подмосковье есть специальные меры поддержки и программы. Социальная ипотека, компенсация аренды жилья, земля врачам, земский врач-фельшер, приведи друга, премии лучшим специалистам. Ежегодно мы стараемся улучшать условия работы. Модернизируем поликлиники, закупаем новейшее оборудование, внедряем искусственный интеллект. Мы надеемся, что работа в Подмосковье и дальше будет приносить вам удовольствие. Спасибо за ваш труд, неравнодушие, чуткость, внимание к людям. За то, что вы всегда рядом и готовы прийти на помощь. В больницах и поликлиниках Одинцовского округа предоставляют качественную медицинскую помощь. Одним из таких учреждений стал и клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, который работает на базе Одинцовской областной больницы. Здесь принимают пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Реабилитация в рамках Одинцовской областной больницы производится в амбулаторных условиях и в стационарных условиях. В амбулаторных условиях есть и детская, и взрослая реабилитация, в стационарных условиях взрослая реабилитация, которая происходит в двух филиалах. Сейчас мы находимся в стационарном центре медицинской реабилитации, который оснащен по последнему слову техникой. В центре работают высокопрофессиональные врачи, которые помимо большого практического опыта всегда стремятся к овладению новыми передовыми методами диагностики и лечения заболеваний. Заведующий отделением реабилитации Кирилл Михайлович помимо 20-летней медицинской практики ежегодно проходит курсы повышения профессионального уровня, в том числе с интеграцией IT-технологий. Гордость – это большой аппарат, можно отнести его к высокотехнологичной помощи, это ЦМИЛ, так называемый, с проекционными дисплеями, с массой более 100 различных восстановительных программ. Очень нравится и пациентам всех возрастов. Реабилитация в центре проводится бесплатно по полюсу ОМС. Направление пациенту выдает лечащий врач при наличии необходимых медицинских показаний. Пациент, имея на руках форму направления 057У, который может выдать врач-терапевт, узкий специалист поликлиники, может быть направлен в наши реабилитационные центры. В Московской области сейчас работает 406 поликлиник, 200 амбулаторий, которые ежедневно посещают 200 тысяч человек. Также в Подмосковье работает эффективная программа по привлечению медиков. Только за прошлый год прибавилось 1000 специалистов. На данный момент происходит переход к новому стандарту работы поликлиник. В него входит создание удобных регистратур и мест ожидания, электронная запись. Самые загруженные кабинеты расположатся на первом этаже, а выдача справок будет производиться в удобном для пациентов месте. К концу этого года еще 100 поликлиник региона станут соответствовать всем необходимым требованиям. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите... Безопасность на железной дороге. На ЖД-переезде в Барвихе провели профилактический рейд. Звенящая струна. В Звенигороде состоялся шейховский фестиваль музыки и ремесел. Новости онлайн. Профилактический рейд госавтоинспекции и участие в конкурсе «Туристическая витрина» обсуждают в окружных соцсетях. На переезде железнодорожной линии Кунцево-Усово в рамках Международного дня безопасности на ЖД-переездах прошел профилактический рейд. Автомобилистам напомнили о правилах безопасности и раздали листовки. Репортаж нашего корреспондента. Листовки с правилами пересечения железнодорожных переездов и профилактические беседы с автомобилистами. Сотрудники от ЖД провели рейд по безопасности, ведь в последнее время участились несчастные случаи на ЖД-путях. Сегодня мы проводим это мероприятие на переезде 12-го километра в Усовской ветве. Раздаем памятки водителям транспортных средств по безопасному проезду через дорожный переезд, чтобы они не нарушали. Такие акции проводятся ежемесячно. Они напоминают, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан соблюдать требования дорожных знаков, светофоров и разметки. Прежде чем пересекать пути, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. По дистанции пути у нас 23 железнодорожных переезда, из них 4 охраняемых. Мы также проводим ежегодные мероприятия, работы, чтобы обеспечить надлежащее состояние железнодорожных переездов. Поводим эшотировку. В этом году заасфальтируют еще 6 переездов. Уделяют внимание и благоустройству прилегающей территории. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Далее к новостям России. Российские моряки спасли 68 пассажиров судна яхтенного типа «Авалон», следовавшего под флагами Германии и Греции в Средиземном море. Во время перехода в один из портов в южной части Гейского моря фрегат адмирал флота Советского Союза «Горшков» первым принял сигнал бедствия, после чего российские корабли изменили курс. В итоге спасательная операция прошла успешно. Пассажиров пострадавшего судна эвакуировали на борт сухогруза «Пижма», где и представили медицинскую помощь, а затем доставили на берег. Далее расскажем о новостях России. Командир российского отряда космонавтов Олег Каноненко испытал макет нового российского скафандра для работы на поверхности Луны и оценил работу шарниров, а также удобство выполнения базовых операций в нем. Макет создан научно-производственным предприятием «Звезда» при участии Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Пока точная дата планируемого полета первого россиянина на Луну неизвестно. Планировалось, что высадка россиян на Луне состоится в 2030 году. К этому же времени планировалось выбрать место для строительства лунной базы. Сотрудники Баргузинского заповедника сделали фотографии массового дрейфа байкальской нерпы на тающих торосах. Значительная часть северной популяции пустилась в путешествие по Байкалу. Тем самым у нерпы есть возможность успешно завершить процесс линьки. К тому же здесь удобно кормиться. Льды плывут далеко от берега и над большими глубинами, где много голомянок, бычков и других рыб. Так животные мигрируют с севера озера на юг в сторону архипелага Ушканьи острова. Россиянам рассказали, что для занятий спортом на свежем воздухе летом приемлемой считается температура до плюс 30 градусов. Дальше необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, ведь кому-то комфортно бегать не выше, чем в плюс 25. При этом в сильную жару следует отказаться от занятий спортом. В такую погоду значительно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при высокой температуре нарушаются обменные процессы в мышцах. Чтобы охладить организм, сердцу приходится быстрее и интенсивнее качать кровь. А в Звенигороде прошел Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна», который приурочили к 465-летию деревни Шихова. В центре города организовали насыщенную культурную программу, а в Звенигородском манеже открылась выставка исторических музыкальных инструментов. С мастерами и их инструментами познакомилась и Екатерина Крамер. Выступление музыкантов, выставки, ярмарки и спектакли в центре Звенигорода – настоящий праздник. Целых два дня жителей и гостей города радовал Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». У нас сегодня такой большой фестиваль при поддержке президентского гранта культурных инициатив фонда. Поэтому здесь сегодня у нас большие мероприятия, которые включают и выставки, и спектакль, и концерты, большая музыкальная программа. В этом году Шихову исполняется 465 лет. Фестиваль приурочен к этой дате и проходит в Звенигороде впервые. Известные на всю страну кустарные промыслы и ремесло, которым занимались местные крестьяне, зародились здесь во второй четверти 19 века. Это мастера, которые делали музыкальные инструменты. Вот сегодняшний фестиваль мы открываем здесь, в нашем манеже. Почему? Потому что в запасниках нашего музея находятся вот эти знаменитые музыкальные инструменты. Гитары, балалайки, домры, мандолины – 30 исторических музыкальных инструментов, начиная с 19 века по 1988 год представили на выставке «Манеже». Эти предметы наглядно рассказывают обо всех этапах развития промысла в Звенигороде и его окрестностях. Существовало несколько деревень, в которых этот промысел существовал. И крестьяне звенигородские делали гитары, избывали их в Москву на московские рынки. Позже, в годы после эволюции, эти крестьяне были объединены в артели. И еще позже эти артели преобразовались в фабрики. На данный момент в микрорайоне Шихова живут около 10 мастеров, которые продолжают изготавливать музыкальные инструменты высокого качества. Напомнить о древнем промысле, как о культурном наследии Звенигорода, стало основной целью фестиваля. Подробнее о достоянии шиховских мастеров вы узнаете в нашей программе «Специальный репортаж». Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В Одинцовском округе появились маршруты до пляжных зон. Так, до пляжа «Дипломат», расположенного у Николиной горы, можно добраться на двух маршрутах «Мост Трансавта». Номер 452 «Звенигород-Москва», следующего от станции метро «Кунцевская». И номер 1054 «Звенигород», квартал имени Маяковского, Николина гора и станции Одинцова. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». Ну а что еще обсуждают в окружных соцсетях, узнаем в нашей рубрике. В выходные дни Одинцовская госавтоинспекция напомнила о правилах перевозки детей в автомобиле. Инспекторы провели профилактический рейд «Детское кресло». В ходе мероприятия они обращали особое внимание на соблюдение правил перевозки детей в автомобиле и проводили профилактическую работу с родителями, вручая информационные брошюры. А маленьким пассажирам, ставшим участниками рейда, цветовозвращающие брелоки. Об этом пишут в телеграм-канале «Проокруг». 50-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 29 июня по 2 июля на фестивальной поляне на Мострюковских озерах в Самарской области. В этом году организаторы обещают гостям ретро-путешествия, воссоздание на поляне атмосферы 70-х, работу костровой площадки, ретро-фотозоны. Гостей ждут мастер-классы, интерактивные проекты и новое выставочно-досуговое пространство «Аллея фестивалей», где гости смогут узнать о развитии движения авторской песни в стране. Вход свободный для приехавших на электропоездах, велосипедах или пришедших пешком. Заплатить придется тем, кто приедет на личном транспорте. Об этом в телеграм-канале «Проотдых». Любой желающий, вне зависимости от профессии и рода деятельности, может принять участие в конкурсе «Туристическая витрина». Любителям родного края предлагается представить свои авторские туристические проекты с посещением трех локаций и длительностью не менее четырех часов. Каждую разработку будет сопровождать эксперт-ментор, руководитель или топ-менеджер крупного туроператора выездного или внутреннего туризма. Победитель получит подарки и статус рекомендованного экскурсионного проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Проотдых». До 24 июня в течение всей недели Землю ожидает длительное и сильное воздействие магнитной бури. Своего пика по классификации G5 она достигнет уже в эту субботу. Таковы данные Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. По прогнозам ученых, в указанный период над Землей пройдут пять магнитных бурь, объединившись в настоящее нашествие. Такие явления влияют на состояние погоды, оказывают негативное воздействие на метеочувствительных людей, а также нарушения в работе электронных устройств и коммуникационных систем. Другие мировые новости смотрим прямо сейчас. Первый в Китае реактор на жидком топливе получил лицензию на эксплуатацию. Он представляет собой инновационную технологию в ядерной энергетике и открывает новые перспективы. В отличие от стандартных ядерных реакторов, которые используют воду в качестве охлаждающей жидкости, он работает на специальной соли фторида лития бериллия, что позволяет достичь более высокой термодинамической эффективности и получать больше энергии из меньшего количества топлива. Безопасность и эффективность данного типа реакторов открывают новые возможности в обеспечении стабильного и экологически чистого источника энергии для будущего. Финские ученые утверждают, хронотип человека, то есть саваун или жаворонок, имеет непосредственное отношение к его продолжительности жизни. По их мнению, на все влияют хронотип и вредные привычки. Так, среди тех, кто предпочитает бодрствовать ночью и спать днем, уровень смертности на 9% выше по сравнению с так называемыми жаворонками. Однако, если у сов нет вредных привычек, такой уровень смертности не наблюдается. Режим сна также оказывает влияние на возникновение ряда психических расстройств, которые могут привести к различным зависимостям. В Тайване рыбаки поймали акулу-гоблина весом в 800 килограмм. Этот редкий доисторический вид обладает полупрозрачной кожей, розовым телом и зловещими клыками. Но самое удивительное в этой истории – акула была беременна шестью акулятами. Акулы-гоблины считаются одними из самых старых представителей морской фауны. Они появились 125 миллионов лет назад. Проживают на глубине до 1200 метров и питаются различными видами рыбы и кальмаров. Изначально рыбаки планировали продать свою ценную находку в ресторан, но когда Музей океанической культуры и искусства Тайваня узнал о случившемся, то выкупил ее с целью сохранения и дальнейшего исследования. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается ясный день, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночи около плюс 13. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. Ну а с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Спасибо, что были с нами. С вами была Елена Краева и Наталья Гочарова. Мы желаем вам всего самого наилучшего, удачного рабочего дня. Ну и, естественно, отличного вечера. До свидания. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok